День добрый, други мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версия 1.45. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь в Таджикистане. Город Комсомолабад. Это он за мной. Если помните из прошлой серии, я выехал немножко за город. Потому что в городе в самом встать негде было. Мне нужно было как-то на обед. Так, время начала 12-го часа. Почти час я отдыхал, обедал. И за это время, из-за тех гор, какие тучи, мать его, приперли. Ты только посмотри. И влупил дождик. Но у нас ведь осень. Осень, осень, осень золотая. Будьте внимательней на дороге. Так, ближний. Так, ну что, я готов. Так, выезжаем. Так, кстати, у нас главное действующее лицо это вот КРАС. 64 431. Неполная природа. Колесная формула 6х4. Прицеп с ним в паре. Адас. Ну, 10 тонн удобрений. Везем их в Северную Карину. Ой, далекий пункт нам лежит. Так, мне сейчас навигация провожила маршрут вот туда, в объезд. Чуть не через весь Таджикистан. Там сама Лабад. Ну, да и через весь Таджикистан, да. А нам надо вернуться назад. Мы же... Ну, не поеду же я, ешки-матрешки, в Таджикистан здесь приезжать. Так, сейчас мы тут где-то развернемся. Так. Все, путь назад держим. Ой, тучки какие зачетные. Капец, а. Так, нам сейчас налево. Поверните направо. Куда она была, все, балдела, мачту. Я ж назад еду, маршрут-то перестраиваю, уже ты чё? Изменение маршрута. Оооо. Теперь все понятно, все понятно, все ясно. Блин, какая дорога, кажется, узенькая такая, с такими размерами. Я по зеркалам смотришь, слушай. Нормальное местечко, есть слева, справа, все. Приготовьтесь к повороту направо. Ага, понял. Поверните направо. Вот теперь нормалек. К раз действительно огонь. Пишут товарищи в комментариях. Ох, огонь машина. Так кто же спорит-то, конечно, тачка классная. Ну, и с палочкой у меня есть он. Да, конечно, удобства не такие, скажем, как в Европе или даже не так просторно, как в Мазе. Какой там, С409? А8, А9? Какой? Так сразу и не упомнишь всю красоту. Да, конечно, для работы. Европа самое то. Современные, я имею в виду, европейские траки. Встаешь меньше, комфорт. Кто бы что ни говорил. Да, КАМАЗ считают все легенды. В свое время в Советском Союзе это лучший дальнобойный грузовик был, пока не появились Scania. Пока мы и РСНГ не появились. Scania в 88-м. Вот, Volvo F88, Volvo, да? Scania там, блин, я не помню, другая, как модель была. Вот тогда уже советский водитель неизбалованный. Когда даже раньше на КАМАЗе-то, на дальняк пойти, считалось таким, считалось такой удачей, что у тебя КАМАЗ есть. Ну, не в собственности, а что ты работаешь на КАМАЗе, и тебя на дальняк отпускают. Все, загрузки тебе дали поперто. В соседнюю область куда-нибудь, а то еще подальше. КАМАЗ действительно по тем временам классная тачка была. Он машина для своего времени. Машина для своего времени самая-то. Потом появились европейцы. Вот тогда мы узнали, что такое настоящий европейский комфорт. И надежность, кстати, тоже. О надежности тех грузовиков, Мерседес, НГ, Вольво, старые вот эти модели. Вообще легенды ходили. А про то, как работали Магирусы, так это вообще там легенда из легенд. На БАМе. Сколько таких Магирусов работало. И 6 на 4, и 4 на 2 были самосвалы. Водители нарадоваться на них не могли. Настоящая качественная немецкая техника. Все для человека сделано. Ну, либо кто-то говорит, ой, КАМАЗ был для наших дорог. Да, в свое время был для наших дорог. Беда КАМАЗа-то. Почему он стал? Может, поначалу надежный был? Я не знаю. Таджи. Таджикабад. Все дело в плохом качестве исходного материала, из которого делаются различные детали, узлы подвески, трансмиссии, коробки передач, низкое качество металла, низкая культура производства. Если даже вот то, что задумано, изначально сделать качественно, собрать с умом, а не так, что гувалдометром гайки не забивать. Если качественно сделать, с хорошего материала, то тот же самый КАМАЗ, блин, совсем другая машина будет. Да и сейчас то же самое. Задумана машина неплохо. Но какие-то вот такие вещи, блин, вот, исполнено так отвратительно. Просто пипец как отвратительно. Как будто вообще никогда в России автомобили не строили. Ни опыт предыдущих лет, ни опыт других марок, других фирм, которые грузовики строят. Ни опыт эксплуатантов. Ни фига, вообще как будто ни о чем. Как будто совсем на другой планете люди живут. Ни фига. Так, тут что, снег даже местами еще лежит? Да вот я в гору-то забрался, и вот, в первый троёх театр. Нормально так. Главное вовремя передачу переключить. Ползем в гору, ползем на перевал. Вот здесь половинки как раз нужны для такой местности. Самое то. Здесь будем разгоняться, не надо переключаться кверху, там впереди все равно. Видно подъем еще иду, и там поворот крутой. Там меня сканер, что ли, где-то подпирает сзади вроде. Астралом идет. Ну, это вы тут трафик дефолтный можете летать, как сумасшедшие. А мы тут живые люди. Ездить должны аккуратно. Так, а я не понял, где скамейка-то? Он уже замышел. Так, что-то застрял, походу, встал. Да я на повороте скорость резко потерял, получился на поворот. А он, походу, как-то не ожидал, что ли. Хотя видел, что крутой поворот. И он чуть в меня не уткнулся, почти что встал. А, вот догоняет, вот идет, 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 идет. Так, что там такое? Дорожные работы? Понятно. Значит, надо аккуратно. Ну, маленько солнышко выходит. Красота. Ну, ничего, так бодрячком красит. Ты бежеснику такой замечательный, да? Просто красота. Воу-воу-воу-воу. Так, давай в кабинку. Мне нефиг тут выпендриваться. Типа я с внешки умею ездить. Ну-ну. Помню, был неописуемый случай, да? Тут даже паузы нажимать нельзя, слушай, чтобы что-то пропускать. Тут как-то так только чисто, если прерваться на секундочку, скриншот сделать. Так. Дождик вроде бы закончился. Ага. Все. Дождичка больше нет. Ой, как он хорошо идет. Звучит-то как классно. Просто красота. Так, ехать надо внимательно. Так, вышли на плата наверх. Перевал прошли. Вышли на плата здесь. У нас что, тут граница Таджикистан и Кыргызстан, по-моему. Так, ну-ка. Тихо-тихо. Ох, ты осадил. Так, нам направо. Коробку-то не жалко тебе с двигуном, потому что бедный крутанулся, чуть не выплюнул. Виноват, исправлюсь. Так, здесь куда? Ага, вот нам сюда. Нам сюда. Аккуратнее надо подъезжать. Уткнулся маленько в этот шлагбаум. Сейчас документы проверят. Все хорошо у нас. Все отлично. Так, с Таджикистана спокойно выпускают горы, горы со снегом. Там вообще снег. Еще и не растаял, походу, он даже с лета, ой, с прошлого года и не растаял. И не только с прошлого, с поза-поза и прошлых годов. Постоянно накапливается. Подтаивает, накапливается. Да ёптать! Ты чё, блин? Нежнее как-то нельзя подъезжать. А шлагбаум будешь ремонтировать. Ладно, никто не заметил. Добро пожаловать в Кыргызстан. Вышли наверх на плато. Сейчас идем, идем, идем по Кыргызстану. На улице похолодало, плюс ветер. По ощущениям вообще где-то плюс 2 градуса всего лишь. Так, а у нас тут температура есть 15? Ни хрена 15 градусов, блин. С таким ветром, да еще влажность 15 градусов, блин. Ни хрена 15. Вот это да! Столбы, чуть кривовато стоят. Одни туда, другие сюда. Налево пошли гулять. Столбы. Сами по себе гуляют. То налево, то направо. Ну, давай маленечко разгонимся чуть-чуть. Дорога. Дорога вроде как позволяет. Но без фанатизма. Много ремонтов здесь. Много где ремонтируют дорогу. Так, карту глянем. Так, чисто визуально оценить. Ох ты ж ты смотри. Вот бы мне хорошо сегодня доехать. Хотя бы до границы с Китаем. Блин, время быстро идет. А что по времени-то только сейчас проехал, так я уже вон сколько прошел с границы, да? Но есть шанс, что я доеду даже до этого утя. Я до города уся доеду. И тут на пароме останется мощь и хуйня. Мощь и хуйня. Да ладно. Мы едем, 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 едем на реки и края. Хорошие сосуды. Точной и грузов. Так, тормозим. Тормозим. Иногда люди так, так, дарут круганно. Люди иногда неправильно ударение так ставят, так смешно получается. Тормозим. Или как Горбачев говорил. Надо углубить, понимая, проблему. Уцелом. Вот и Раиса Максимовна не против. Надо потухше затянуть пальцем, а потухше. Да. Вот дела были, да? Я тогда конец 80-х, начало 90-х. В 92-м году школу я закончил. Ну и... Как-то вот... Родители в поселке жили. Бартер был. То с Японии, то с Финляндии. Лес. Мы им лез. Они нам продукты, одежду. Это вот с конца 80-х, когда перестройка пошла, вот такая тема стала очень сильно развиваться. Иногда такие шмотки к нам в поселок привозили, что даже из Перми люди приезжали затариваться. Раз приехали, два приехали, а потом директор лесопомхоза строго-настрого запретил продавать все. Наша заграничная барахлишка, которую нам по Барту привезли. Мы горбатимся, чтобы хорошие вещи там или какие-то хорошие консервы, конфеты немецкие привозили, очень вкусные. Финский сервелат тогда был. Коньяки тогда стали привозить, коньяки, говорю, ликеры настоящие вот эти стали привозить, европейские, которые. Это потом пошла подделка. А по-настоящему ликеры вообще балденные были. Наверное, все по Барту привозили. И директор лесопомхоза распорядился. Ну, вас нахер. При покупке в продуктовом магазине все, что касается именно вот этого товара-бартера, ну, простую шоколадку, да ради бога, берите так, кто хочет, да, пузырь водяры. А все, что касается бартера, все, что касается дефицитного товара, скажем, да, и это все только по предоставлению паспорта с местной пропиской. Все. Только так было. Ну, и правильно это оправдано. А то шибкоумные приезжали, затаривались этим барахлом и вперед на балку. Сариташ, велкам. Велкам то, сариташ. Ну, да, конечно, я пока студентом там потом был. Приготовьтесь к повороту направо. Толком ты еще денег не зарабатывал, ну, там сам где-то что-то перехватишься, как бы, да, вот так. Поверните направо. Да повернул уже все путем. А в основном, как бы, все равно у родителей деньги брал. Ну, к студентам же всегда денег не хватает. Всегда хочется больше там, с девчонкой хочется в киношку сходить там. Я тогда любил ходить на Комсомольском проспекте, там, на Комсомольской площади, в Перми кафе Пингвин. Зайдешь с подружкой, креманочки такие были там, и мороженое привозили с пермской молочки. Или складки, да, по-моему, с молочки. Мороженое. Коробка такая, при тебе, допустим, так, распечатывают, здоровое коробище такое. Все там полиэтилен, а она в полиэтилене, там все мороженое, залита просто коробка картонная. Туда кладется большой кусяра такой полиэтилена, и туда заливается мороженое. И потом в этом, на заморозку нахрен. При тебе так распечатает. И специальная такая у нее, круглая чашечка такая была, типа как поврешка такая, раз так нагребает ее, так получается, и получает круглый шарик такой. Шарики вот эти тебе так положат, в креманочку. Там сироп там какой-нибудь выбираешь, там или шоколадом посыпет тебе тертым. Любой каприз за ваши деньги. Ну и коньячку возьмешь чуть-чуть. Да там буквально по чуть-чуть коньячка-то, наверное, уже не бухать же пришел, а так вот чисто для души. Либо даже коньяк в мороженое наливаешь, мороженое с коньяком. Там менюшка такая стояла, и там все расписано. Мне очень нравилось вот с вишневым сиропом. Блин, потом какой-то еще абрикосовый что ли, да? И вот коньячка чуть-чуть. Очень вкусно, вообще обалденно. Очень вкусное мороженое было. Поэтому у меня как-то вот о конце 90-х, ой, о конце 90-х, конец 80-х, когда в крупных городах люди стояли в диких очередях за водкой, стояли в очередях за продуктами, за колбасой. Ничего ни хрена толком не было. Я бы вообще как-то мимо это меня пошло. Вот в Перми, вот насколько я помню, вот дикие очереди были в магазин табаки. Вот когда, разумеется, сведомо Горбача вся эта херня, вдруг по стране остановили все табачные фабрики. С чего вдруг-то так вот, да? Так, давай-ка нам сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это он специально такой дефицит создал. Вот ему спасибо. Пропали все сигареты тогда. Ну, я утром в школу ехал, когда в Перми учился. Это вот как раз вот 90-91 год. Тогда уже покуривал. Сигареты покупали на центральном рынке. Еще темно на улице. Едешь раз к 8-ми часам в школе успеваешь. И там цыганки. Да и днем ходили тоже. Сигареты продавали. И днем сигареты покупали мы Астру, Приму. Так, welcome to Китай. Мы уж в Китае уже, брат. Ты смотри, а? Ты ж... Я думал, я вообще нифига не успею доехать, а? Вот ты смотри, где мы сейчас? Ну-ка, 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 ну-ка. Ты ж красота-то какая, а? Все. Очень хорошо. Вот как раз у нас тут на Утя наша серия и закончится. Следующая серия здесь я сейчас на ночлег, наверное, уже встану, на отдых. Я так думаю, да? Сейчас посмотрим, что у нас тут по времени как будет. По времени. Блин, вот эту часть бы еще хотелось проехать. Сейчас посмотрим. Ну, хотя еще вставать-то на ночлег, блин, рано. Солнце вон как высоко еще. Солнце очень высоко. Так, нам направо. Ну, в смысле, вот сюда. Ой, 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 я аккуратней. Так, китайские таможники сразу видно. Таможники, пограничные. Нет у меня как-то воспоминаний именно вот этих диких очередей. Хотя нет, мы как-то с пацанами решили пивка попить, а его не купишь просто так. Ни на разлив, нигде. Ничего нет. Вот в этом смысле, да, придешь, пивка не купить. Ой, нам в один магазин пришлось очередь отстоять. Еберный, твою театр. И что мы не едем? Ну, все в очереди ведь не будем стоять. Мы, значит, друга на нашу, Андрюху, мы в эту очередь запихали, там протолкнули. И все. Ну и взяли буквально вот по бутылке пивка. Тогда жигулевское вкусное, хорошее пиво было. Так, все, солнышко на закат. Что, блядь, такое, а? Ну вот это что? И легковые тащатся за бочкой. Время-то идет. Мне еще на пароме, там, на этом, или на самолете, там, на чем? В такую даль ехать. Время воскресенье. В среду меня ждут. В среду я должен разгрузиться. Ну, что я скажу? Как получится, что теперь? Получится? Хорошо. Опоздаем, значит. Значит, опоздаем. Все, уже солнце садится. Так, сейчас посмотрим, как нас. По часам, как будет, что как будет. Или все же, давай, сейчас я прямо буду переправляться. И уже прибудем. Там и будет новая серия. Улук-чат. Welcome. Ох, обратно-то, еберно-театре, ехать сколько, а? Нормально так. По расстоянию этого. Это вот все, что я проехал, это, наверное, назад будет ехать. А прыгать с места на место я не люблю. Значит, поедем. Сейчас доедем до парома, посмотрим, что дальше будет. Поэтому у меня о начале 90-х у меня такие воспоминания, такие нормальные. Там как раз все эти новомодные группы Ласковый май, школьная любовь, все дела. Ну и сколько всего было. И хорошего много было, и очень. Ну такое, у нас бурное, такое время, бурное. Да, конечно, кто может сказать, что с долларом в руках родился. Не в смысле, что такой богатый, а в смысле, что с такой предпринимательской жилкой прям уже вот-вот родился, и ты уже знаешь, что в этой жизни, что почем. Умеешь наводить нужных, заводить нужных знакомых. У меня знакомый есть. У него нет экономического образования. Он только 9 классов школу закончил, и то, ну так, средненько. Потом по глупости ходка у него была. По молодости. И умеет заводить нужных знакомых, знакомиться с нужными людьми. Нормально сейчас зарабатывает. Слушай, вот Утся, велкам-то Утся, вот наш паромчик где-то там. Вот таким человеком, как он, его жизнь всему научила. Ну, хотел, конечно, еще сам. Не хотел, конечно, всему сам тоже научиться, но для этого нужна вот действительно вот такая жилка коммерческая. Поверните направо. Так. Для этого нужна действительно такая коммерческая жилка. Человек должен быть каким-то вот в этом смысле особенным. Потому что иногда у нас как, особенно в 90-х, диких годах, вот, да, честно заработать ты не заработаешь. Ты и закон все равно будешь нарушать. Потому что по-другому вообще никак. Где-то от налогов уйти, где-то там еще что-то как-то крутануться. Блин! И это вообще не про меня. Я со своей дебильной честностью я никогда денег нормально не заработал. Поиск нового маршрута. Никогда не заработаю кучу денег. Ну, для меня даже вот в автобусе казалось бы одна-две остановки. Куда, блядь, развернитесь? Так, стоп. Так, стоп, стоп, стоп. Ага. О, хорошо. Развернись такая колбаса деловая. Для меня даже одну-две остановки проехать на автобусе в городе и не заплатить для меня это вообще влом. А многие люди обычно что и подплатить? Мне все равно на следующей остановке выходить. На хрена я платить буду, так ведь? Ну, логика железная, скажи, да? А вдруг штраф? А вдруг еще? Вот и меня вот эти вот а вдруг, а вдруг и никогда ты, брат, не заработаешь никогда. Не в этом смысле я не рисковать, нифига ничего не люблю. Так, ну что? Давай переправимся, посмотрим, что у нас там по времени будет. так. Или потом переправимся. Ладно, давай здесь сейчас видосик окончу, буду переправляться и все это время буду отдыхать. Всего спасибо, друзья, всем за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, берите в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте, на мою страницу Фейсбук. ВКонтакте полно, как и на Фейсбук, скринов по Евротрак, по Америке, по Суровой, по России. Кого интересует конкретно этот грузовик, этот красный, ссылка, разумеется, тоже в описании. Заходите, смотрите, качайте, катайтесь, добавляйте, ребят, буду только рад. Всем спасибо, всем пока, увидимся, до новых волновичек. Так, что ты, блядь, сделал?